Приветствую всех желающих подзаработать или просто узнать, что там порой на вторичку отправляется и сколько бабла на всем этом можно поднять. Подготавливая очередную древнюю пеку на авито, всегда следует быть готовым к неожиданностям. То установленный софтвар может странно себя там вести, то и хардвар может как-то выеживаться, а то и все сразу. И из-за всего этого, пожалуй, сегодня у меня будет одна из самых дисбалансных и нестабильных сборок, что только посещали мой вторичный прилавок. Подвергнуть бизнес утилизации предстоит вот такую вот HP-шную серверную плату на 775 сокете. Вы уже можете быть хорошо с ней знакомыми по ролику о самых капризных в мире материнках. Дабы напомнить, насколько там все было плохо, ссылку оставлю в описании. И скажу, что с тех пор ситуация ничуть не поменялась. Она все такая же неподатливая и с тем же набором комплектухи, что я тогда в нее воткнул. Здесь четырехъядерный Xeon 5430 на 266 ГГц. Само собой переделанный под 775. Ну и единственные плашки оперативы, что эта плата поняла. Две банки по 2 ГБ третьей DDR-ки. Соответственно, менять здесь что-то просто нецелесообразно, не факт, что плата снова запустится. Так что и остается на базе этого комплекта проектировать дальнейшую сборку, которую устроят и покупателя, и бизнесмена. Вообще, по былому ролику мы выяснили, что она довольно неплохо ведет себя по части игр, однако лишь с достойной видеокартой. Тем не менее, 775 с 4 ГГц ставить достойную видеокарту это как-то нелогично. Так что в своем случае я предложу ей альтернативу. Radeon 5770 присланная зрителем Максимом из Екатеринбурга. Ну и, как вы можете знать по моим прошлым роликам об этой серии видях, я большой их фанат. Тоже можете ознакомиться с этими кринжами по ссылкам в описании. Но в данной ситуации вся эта комплектуха уж точно друг друга заслуживает. Самая капризная в мире материнка и не менее капризная видяха. Так что все это выглядит теперь неплохо, а звучит еще лучше. 4 ядра, 4 ГГ, игровая видеокарта на гигабайт GDDR5 видеопамяти, да и с 11 директом, даже несмотря на свой возраст. Она года 2009, насколько я помню. По-прежнему с моими тестами таких видях можете ознакомиться по ссылкам в описании, но так-то производительность у них на самом деле довольно высокая. Много что из сравнительно современной игровой библиотеки они по-прежнему тянут. Иногда тянут даже хорошо. Вот бы они еще были столь дружелюбны к собственной настройке. Да и не разваливались одна за одной. Потому что, что там родные охлады либо дохли, либо при смерти находились, так и здешний тоже не стал исключением. Родной охлад этой видяхи, знаете ли, должен выглядеть несколько иначе. Можете понять это по асусному ребру жесткости, чтобы видяха под его массой не прогибалась. Но тем не менее то, что сюда приколхожено, очень надеюсь сможет охлаждать эту не самую холодную видяху. Но насколько бы хороша или плоха она не была, ей требуется доппитание. И значит это, что ей теперь и блок нужен, который сможет более или менее выдерживать ее на плаву. И вот это он. Паверман на 300 ватт. Старый, но прекрасный блок питания, который и спасет эту систему от отсутствия блока питания. Такая вот не самая стандартная картина у нас тут складывается. А завершить ее предстоит жестким диском. Но вот же опять дилемма. Эта комплектуха не будет стоить дорого. Так что даже несмотря на 4-х ядерность и 3-й DDR, сейчас все это на моей вторичке будет стоить около 3000. И раз уж хорошие харды на моем складу вещь редкая, этой дешевой шняге я поставлю такой же недорогой хард. Такую вот саташку всего на 80 гигабайт. Конечно это просто кринжовый дисбаланс, но позиционироваться вполне может как этакий списанный компьютер, от которого бизнесмен просто желает избавиться. В любом случае с этим диском на 3000 он наработает. Здесь уже накатана седьмая винда, так что может хотя бы сейчас все пойдет по-быстрому. Короче есть неумолимое желание заработать легкие деньги, однако с этими платами никогда не бывает просто. Однако раз уж она уже настроена с прошлого раза, может быть мне повезет. Конечно не нужно быть гением сборки, чтобы понимать, что сборка на самом деле здесь просто дикий дисбаланс. Однако что бы вы предложили на моем месте материнки, которая даже оперативу с трудом понимает. При этом ругается над нищенские двухъядерники, зато отлично понимает зионы, которые в нее даже не влазают. Более того у нее и слоты свободные есть. А у меня как раз есть гиговые плашки DDR3. Так что при лучшем раскладе я бы и 6 гигов ей с удовольствием поставил. Тогда бы это и видяху притянуло получше и блок питания и конечно же жесткий. Но эта материнка сама все портит. Эти 4 гига действительно единственное, что она понимает у меня в складу. А склад у меня как вы знаете совсем не маленький. Так что если уж я не смог ничего ей подобрать, вам в случае сталкивания с такими могу только пожелать успеха. Что ж, все вроде как собрано. Стартуем и наблюдаем что она нам покажет. Просто блин отлично. Знаете, что означает этот звук? Она снова потеряла оперативку. И я был бы счастлив, если бы это была поломка материнки. Но 4 такие же до нее и одна после нее вели себя идентично. Поэтому единственный способ опять искать баланс между слотами. Просто блин сборка мечты. Ну и того кое-какое время на рокировке оперативки все-таки потребовалось. Винда благополучно запустилась, а видяха даже нашла какие-то драйвера. Казалось бы все уже схвачено, но вы ведь знаете с какой системой сейчас приходится работать. Установка дров с официального сайта AMD жалуется на ошибку установки пакета. Но саму дэ без ошибок нельзя, тут-то я привык. Меня больше напрягает, что видяха уже распозналась диспетчером устройств. Так что резонный вопрос, что ему блин надо? А через какое-то время все это банально упало в синий экран. Жалуюсь очевидно на видяху. Ладно, и это мы уже проходили. Пока это не критично. А вот чуть далее уже да. Видите ли, после этого фиаско винда перестала стартовать. Я уж думал проблемы в видеокарте, так что попробовал запустить без нее. Не помогло. Думал проблемы снова в оперативе. Достал одну из плашек. Не помогло. Но ведь в том ролике материнка просто прекрасно себя чувствовала. Так что я на 100% уверен, что она работает. Придется уж идти на крайние меры, просто сносить винду. Опять же, прощаемое время, но во всяком случае все это заработает. Ну и вот, как обычно, самые радикальные методы стали самыми действенными. Винда накатана, драйвера накатаны. И все пока что работает без ошибок. Плюс, не кажется ли вам, что... Да! Да! Наконец-то эта видеокарта получила Full HD! Наконец-то 5770-я Атишка получила свое Full HD на семерке. Спустя столько времени ответ наконец-таки нашелся. Очевидно, проблема тогда была только в материнке. 5770-я и другая 5770-я ни в какую не хотели подтягивать там Full HD. Причем на разных операционках. Ну а эта смогла накатить тебе это разрешение прямо с ходу. Представляете, с какими проблемами порой приходится сталкиваться. И знаете ли, сталкиваться с ними хочется поменьше. Поэтому все это я с удовольствием отправляю на вторичку за любую цену, которую мне предложат. Но все же сущность бизнесмена заставляет меня хотеть за эту сборку больше. Так что в дальнейшем предстоит всеми силами организовать, чтобы она стала таковой. Итак, начнем. Для интернета и всяких веб-развлечений эта конфигурация годится просто потрясающе. Четыре ядра, несмотря на свою старость, умудряются спокойно вертеться в очень тяжелых веб-приложениях. Но, конечно, будут справляться лучше по одному за раз. Четыре же гигабайта оперативы чуть большая проблема. Уже не все браузеры будут солидарны с этим объемом АЗУ. Однако, даже несмотря на все, с чем пришлось столкнуться, система далека от того, чтобы ставить на нее какие-то костыли. Так что уж для фильмов, ютюба и прочего, что может себе напридумывать пользователь, в интернете она ему вертеться поможет. Но вот где оператива будет играть решающую роль, так это игры. Еще по прошлым тестам каждой железки отдельно, стало понятно, что с тяжелыми играми все это вместе справится. Но как хорошо, можно выяснить прямо сейчас. Само собой, танки, косы го и прочие дрочки здесь заведутся. В конце концов, тамошние разрабы прекрасно представляют, на каких калькуляторах в их поделке гоняют нищие школьники. Здесь сейчас скорее интересует, когда сборка все же споткнется. Ибо четыре ядра, 4 гига довольно долго держали на плаву игровые компы сборки после 2010-го. Не удивлюсь, если много кто из вас до сих пор на таких сидит. Так что под играми тех лет уже можно ставить галочки. Основа этой сборки их потянет. Но все же у меня здесь есть чуть больший бонус – мощная видяха. Без сомнения, эта старушка по мощности дотягивается до 550-й GeForce и, само собой, те же игры на себе поднимет. Однако, нам ли с вами не знать, на что обычно смотрят вторичные клиенты. Например, на GTA V. К счастью, она здесь работает. И работает неплохо. К сожалению, я куда-то посеял свою сборку, которая ест меньше 3 гигабайт оперативы. А как вы можете наблюдать, на 4 гига ГТАшке все же тяжеловато. Но пока она не начала есть больше, волноваться не о чем. Отличный вариант для демонстрации мощности сборки клиенту. Так что уж как минимум игривость 5-й ГТАшки здесь подтверждена. Но и споткнулась эта сборка гораздо быстрее ожидаемого. Перед вами Doom 2016 на минималках и 720p разрешении. И идет он здесь очень туго. Но если от видяхи можно было бы ждать примерно 30 средних кадров, то вот убийственно низкий объем оперативы заставляет игру быть очень небыстрой. Короче, даже это показывать клиенту смысла уже нет. Но я уверен, что за просмотр у вас сложилось мнение о том, что иначе нельзя никак. Материнка просто не дает возможность себя улучшить. И то, что в нее сейчас воткнуто, это лучшее, что она может иметь. И, казалось бы, смысл напрягаться. Древний дисбалансный 775, да еще повезло, что работает, продать бы его да и забыть. Но за все это время мы с вами наблюдали, что 775 заслуживает большего. А подобные материнки при взгляде на него заставляют лишь грустить. Так что продавайте и зарабатывайте, пока это возможно, ребят. А я со своими серверниками, к счастью, отстрелялся. До скорого.